Программа «Особое мнение» в эфире «Москвы» телеканала РТВ. Меня зовут Алексей Нарышкин. Мой сегодняшний гость Глеб Павловский, политолог. Я приветствую вас. Добрый вечер. Ознакомились ли вы с расшифровками вот этих вот прослушек, которые были озвучены накануне в суде, где Улюка его судят? Только вернулся в Москву, и вот вопрос стандартный, такой вопрос следователя. Ознакомились ли вы с прослушками? Да, я знакомился. Так не ссылайтесь на 51 статью. Ознакомился с прослушками, понял, что, так сказать, колбасная тема, она колбасно-сисочная, даже вот она в Москве преобладает. Я понял только, что Улюкаев ушел с колбасой, но недалеко. Ну вот смотрите, по поводу колбас сейчас шутят много, да? И даже ведомости сегодня опубликовали корзинку, которая якобы представляет из себя вот этот вот набор, который вручает имени Сечина. Потом, правда, по-моему, был комментарий от Михаила Леонтьева, что, в общем, это не то, не так это все выглядит. Не та корзина. Не та корзина. Не та потребительская корзина. Тем более, вот Навального сегодня он в аэропорту был, в него какие-то кинули вот эти вот всякие изделия мясные. Но вот эти вот колбасные штуки, это же про юмор, про шутки, про сарказм. А если в суть посмотреть, вот что интересно в этой расшифровке? Что она может рассказать о Сечине, может быть, о его методах, о двуличии каком-то? — Ничего, это расшифровка совершенно. — Вообще ничего нового для Павловского. — Это расшифровка очень малого, что нового говорить, что Сечин любит дарить колбасы, я и так знал. — Вам тоже, что ли, дарил? — Из них нет. Нет, мы так далеко не зашли в своих отношениях, и я не мог повлиять ни на что, наверное. Ну, действительно, у него есть какая-то мастерская, колбасный цех, и там из этого текста совершенно не следует, что Улюкаев знал, что находится в кейсе. — Видно только, что Сечин сильно намекает на что-то, но он намекает в такой форме, чтобы не было однозначно, чтобы, видимо, не спугнуть Улюкаева. — Поэтому совершенно непонятно, откуда Улюкаев мог знать, что он берет. Вообще, через эти расшифровки непонятно, а то, что это заподняет, как раз понятно. То есть Игорь Иванович с большим удовольствием участвовал в загонной охоте, которую он сам же и организовал, а все остальное базируется только на его словах, если я правильно понял. О том, что ему якобы когда-то Улюкаев что-то сказал. — Проблема с доказательствами, получается, будет. — Да, проблема с доказательствами и с судом. Мы знаем, как собирались доказательства по Башнефти, так что у меня подозрение, что с судом тоже проблемы не будет. Но все-таки скандал-то большой, дело, в общем, липовое. — Вы в виновность Улюкаева не верите? — Я не могу так утверждать. Я не могу утверждать, потому что все люди способны на странные поступки. Все люди. Это не связано даже с моралью. Моральные, кстати, особенно. Но вопрос в другом совершенно, что здесь видно было просто... Вся игра, она с самого начала была видна, так сказать, сценарий написали до того, как Улюкаев сделал хотя бы шаг в сторону Сечина и этих денег. То есть сценарий уже был. Более того, президент сказал, что он как-то участвовал чуть ли не в оперативной разработке. Вообще-то говоря, одного этого заявления достаточно, чтобы в нормальной правовой системе все дело было просто аннулировано. Просто если президент участвует в сыскных действиях, то у гражданина нет ни одного шанса в этом случае остаться невиновным. А уж кто там вдобавок, чего он варил, фаршировал, Сечин, Пригожин и другие. Навальный, например, вот эти сосиски. Ведь там могло быть в каждой сосиске по 100-долларовой бумажке. И что бы тогда Навальный делал, если бы это дело вскрылось, кому бы он доказывал, ведь он этих хватал еще там отпечатки пальцем на сосисках. Вот. Поэтому я думаю, что веры в это нет. И это результат того, как обращались с судом в Российской Федерации в последние, особенно в последние, скажем, лет 10. А правильно ли говорить, что Алексей Улюкаев мешал Игорю Сечину, поэтому Игорь Сечин решил посадить Алексею Улюкаева? Ну, не могу это представить. Реально все уже дело было сделано. С приватизацией Роснефти все было закончено, все было решено. Как Улюкаев мог мешать президенту, который одобрил сделку, как бы он ему мешал? Ну, вот смотрите, если есть уголовное дело на Улюкаева, и представим, что это некая такая месть. Почему тогда Улюкаева нельзя было просто отправить в отставку и сказать ему напоследок... Нет, вообще тут уже об этом говорилось очень много. Если президент получил неюридические доказательства, ему не нужны юридические доказательства для того, чтобы уволить человека, которому он потерял доверие. А неюридические доказательства для того, чтобы он нашли право, чтобы... Ну, да, допустим, да, это вполне такое бывает во всех странах мира, в том числе демократических. Если, значит, заслуживающие с точки зрения президента источники говорят, что, слушай, твой парень что-то не то делает. Вот, президент вполне может... Да, лучше всяких доказательств. Может, да, это он не лучше, просто это, ну, посмотрите на Соединенные Штаты, да. Значит, раз и нет, человек гуляет, он в отставке. А если, значит, президент сохраняет его на месте, вот, а это, почему делает его секретоносителем, да, он сохраняет его секретоносителем и в то же время поощряет разработку операции против него. Это что-то уже из быта Мьянмы, ну, честно говоря, а не что-то невообразимое просто. Поэтому здесь, ну, невозможно, невозможно в это верить, и... А все остальное может быть, я не знаю, но, может быть, просто обидел когда-то Улюкаев где-то, не знаю, на пляже в Гуа, они же там в Гуа вроде были, значит, например, в Гуа назвал, там, Улюкаев, Сечина, Редиска, и тот решил вот таким образом отомстить. Просто странно, когда читаешь расшифровку... Ничего там нет, она не имеет никакого юридического значения. Нет, нет, такое ощущение, что все-таки люди уважительно друг к другу относятся, как вот заботливо спрашивает Игорь Сечин про курточку в самом начале, и что же потом? Нет, ну, это такая... Игра. Это театр. Это игра, но у нее было название до революции, это называлось «Полицейская любезность». А вот здесь ничего удивительного нет. Давайте сейчас перерыв сделаем в программе «Особое мнение». Сегодня политолог Глеб Павловский. Со своим особым мнением в студиях Москвы и телеканала РТВА сегодня политолог Глеб Павловский. Вы же про Мьян мы сейчас сказали. Упомянул. Давайте Улюкаева с Сечином оставим, может быть, вернемся к ним и к колбасам. А Кадыров вас удивил в связи с митингом, вот два момента, два момента. С митингом в Грозную, который был в понедельник. Скажу честно, он меня приятно удивил. Потому что... Вы фанат Кадырова. Я большой не фанат Мьянмы. Меня всегда удивляло, что наша общественность просто игнорирует эту тему, а там просто один из наиболее бандитских режимов на планете Земля. И уже много-много десятилетий, между прочим. Поэтому... И мне понравилась и демонстрация, которая была, и позиция Кадырова. Но мне политически одновременно совершенно ясно, с чем мы имеем дело. Рамзан Ахматович стремится, продолжает, не стремится, а просто продолжает политически усиливаться в качестве федерального такого центра политической и государственной активности. То есть, уже даже не возникает вопрос, что он находится в Грозном. Вот. Он, в принципе, где-то здесь рядом, неподалеку от Кремля. Всероссийская известность. И это его стратегия, это совершенно ясно, это давно демонстрируется им. И вот он вошел в такое международное поле, таким неожиданным для многих образом. Да еще заявив, такое так приятно заявив, что он может не соглашаться с внешней политикой Российской Федерации по некоторым вопросам. Он же, по-моему, потом сказал все, что пехотинец Путина вот это все равно отмотал назад. Но, вы знаете, нет, он не отмотал назад. Он сказал, а потом, значит, сказал все, что надо сказать по этому поводу, чтобы не грубить. Но сказано и сказано. Я посмотрел, какой еще губернатор может так сказать. Там, например, Калининградская Овостева, да, посмотрите, что он скажет, что не всегда соглашается. А почему? И заставил, нет, ну, смотрите, он же заставил президента России умеренно солидаризироваться с ним. Ну, каждый гражданин у нас может не соглашаться с курсами. Даже губернатор может не соглашаться. То есть, это удивительное заявление. Если бы думаться, это удивительное заявление, говорящее о том, что Путин вошел в такой режим, я бы сказал, лавирования. Это очень необычно для Путина. Путина слабевает, получается? Публичного лавирования. Слабеет. Ну, стратегически, да. Но что, надо понимать, что значит слабеет. Он просто принимает новые условия, в которых он находится. А в новых условиях он является патроном довольно уже большой группы лиц, которые выступают как бы как коллективный Путин. И ему надо поддерживать баланс в этом кругу. А в этом кругу баланс поддерживать трудно, потому что там идет некоторая, ну, еще не война, конечно, но тяжба за то, кто сидит на каком, в каком ряду. Кто воже, а кто на последних рядах. Это сейчас будет усиливаться, вы это будете видеть каждый день. Вот сейчас в первом ряду прямо перед президентом сидят Игорь Иванович сидит и сидит Кадыров. И каждый день какие проблемы? Кадыров. То есть это до выборов? Да. Нет, это не до выборов. Это просто теперь навсегда. Ну, может поменяться, вы знаете, ведь политика жестокая вещь, могут поменяться места. Кто-то может потерять свое место, а кто-то может, например, его завоевать. Там Якунин когда-то сидел в первом ряду. Так что, нет, будет все яснее то обстоятельство, что президент России является лидером вот этого клуба. Президентом клуба в первую очередь, кремлевского клуба. А можно ли сказать, что Путин увидел, например, фотографии с Грозненского митинга, где, по данным Чеченского МВД, был миллион человек и, не знаю, испугался? Хотя, вроде как, Путин человек, который не пугается, не боится ничего. Просто какой смысл отвечать? Во-первых, это не первый миллион в Грозном. Не первый, правда. Да, во-вторых, он видел более впечатляющие вещи не так давно. Кстати, это было, когда Кадыров собирал вооруженных мужчин. Это вот, наверное, на стадионе. Там, на стадионе, да. Это еще более впечатляющая картина. Была, хотя там был не миллион, но все же тоже достаточно для того, чтобы, так сказать, произвести такой средней величины военную операцию. Значит, Путин не пугается в этом смысле, но он это учитывает. Ответом на это являлось создание национальной гвардии, между прочим. Это один из мотивов, конечно. Национальная гвардия, подождите, это очень интересно. Национальная гвардия создана как бы на перспективу. Если что-то там в Чечне происходит... Она создана, конечно, на перспективу. На перспективу возможных противоречий с использованием оружия на территории Российской Федерации. Ну, не для оппозиции, скорее, да. Ну, кого против Дмитрия Гудкова? Подростков. Ну, вряд ли. Ну, вряд ли, да. А, между прочим, руководитель национальной гвардии является одновременно ответственным по Кавказу. Золото. Значит, да, по Кавказу. И национальная гвардия была создана именно для того, чтобы поглотить вот это странное явление в Федерации наличия региональной армии. Вот этот батальон Север или как это называется? Ну, там не просто батальон Север. Там, я не знаю, но это произвело впечатление чего-то большего, чем батальон. А не тесно ли Кадырову сейчас в нынешних условиях в своем, не знаю, пиджаке губернатора или, как его называют еще до сих пор, президент Чечни? Пока есть в Кремле находится Путин, Владимир Владимирович, не тесно, не тесно, потому что именно вот при наличии Путина Кадыров может усиливаться, продолжать усиливаться в качестве верного, как он говорит, да, солдата, президента, пехотинца. Даже простой такой пехотинец, президента. Вот если, когда возникнет перемена в Кремле, тогда эти все вещи лягут на весы. И, конечно же, веса будут очень разные, да, как мы понимаем, у Чеченской республики и, скажем, у Воронежской области. Вот, поэтому Робзан Ахматович готовится к этим новым временам. Для меня это совершенно несомненно. Слушайте, а вот если пофантазировать, вы сами сказали, нельзя представить, как кто-то из губернаторов, например, делает какие-то заявления по внешней политике. Вот Калининградская область. Ну и что? И губернатор говорит что-то там. Я вот, может быть, не согласен совсем по, не знаю, по Крыму. И чего? Судьба этого чиновника, какова она? Ну, вы знаете, я думаю, что сутки не пройдут до того, как им придется уйти. Сутки не пройдут. Никто не может действовать таким образом в Российской Федерации сейчас из руководителей регионов. Хотя Путин прав. Это высказывание мнения. Кадыров высказал мнение. Это же не честно. Ничего. Да, это не честно. Но Кадыров, благодаря особым обстоятельствам, это отдельная тема, у нас на нее нет времени. Благодаря особым обстоятельствам Кадыров получил те возможности, которые, вообще-то говоря, должен был иметь любой руководитель региона. И без всякой частной армии. Значит, да, потому что действительно мнение, почему не высказывать мнение. Например, по происходившему в Донбассе у соседей Украины, соседних регионов, они могли бы как-то, наверное, в других обстоятельствах высказаться по этому поводу. Но их не спрашивали. А если пофантазировать, я понимаю, может, это не очень такое пристойное занятие. Вот Путин не отвечает Кадырову по поводу Мьянмы, не замечает этот митинг. И дальше что? Полтора миллиона в Грозном собираются? Ну, это признак был, вот это был бы признак слабости. Да, что он уходит, как бы, уходит, прячется от проблемы. Тогда, может быть, да, тогда, может быть, полтора. Ну, дальше по-нарастающим. Весь Кавказ уже содержится. Понимаете, начнут люди готовиться. А к чему они готовятся? Ведь они не понимают, на самом деле. Потому что самое простое было бы, если бы, там, не знаю, Владимир Владимирович Путин провел бы просто нормальные президентские выборы, да, такие и президентские, а может быть, заодно, и на других уровнях конкурентные. И тогда мы бы забыли об этих вот великих заявлениях, а обсуждали бы новых людей. В том числе, кстати, новых людей со стороны власти. И, между прочим, на, я думаю, на общероссийских президентских выборах Рамзан Кадыров набрал бы не нулевое количество голосов. И отнюдь не только голоса жителей Чечни. И, я уверен в этом, вот, он бы не набрал большинства. Но он вышел бы с достойными цифрами. Вот. Это то, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы взвесить то, что накопилось у нас под крышкой, под ковром. Понимаете? Потому что очень много уже, это даже ковром нельзя назвать, поэтому ходить трудно и страшно. — Нормальные выборы — это что? — Ну, нормальные выборы хотя бы по нынешнему законодательству просто открыть доступ всем кандидатам, выдвижению для начала. Навальный ведь сделал то, что мог бы делать и каждый второй губернатор, и каждый второй министр. И, наверное, делал бы, да, в других обстоятельствах просто сейчас, это будет актом нелояльности. А почему, собственно? Мы нуждаемся в том, чтобы видеть сцену, на которой нам предстоит сыграть в финальной части. — А с минуты до перерыва, уж извините, про Чечню все равно про Кадырова, а в Москве вот эта акция, это просто верующие собрались или это тоже Кадырова? — Я не знаю закулисные подоплеки организации этого дела, всегда любой митинг имеет закулисные подробности, но я не был в Москве, просто не знаю. — Почему никого не разогнали? — Это неважно, потом, ну вот, почему всеми спрашиваем, видим Навального, спрашиваем, а почему его не убили? Значит, видим митинг, спрашиваем, почему его не разогнали? Это говорит о нашем ненормальном уже состоянии умов. Это очень хорошо, что его не разогнали. — Программа «Особое мнение» сегодня в нашей студии. Выборы, нормальные выборы. Нормальные выборы, выборы становятся нормальнее, если на них побеждает не Путин для вас. — Дело не в результате. Вы знаете, если бы были конкурентные выборы проведены, даже в том самом 2012 году, и на них вышли бы Путин и Медведев, Медведев бы, конечно, проиграл. Но не было бы вот этого, этой всей травмы, и не было бы повода для демонстрации на Болотной. Сегодня тоже, если выйдут Путин и другие, там, Навальный, несколько, меня даже больше всего интересуют кандидаты от власти, потому что трагедия именно с этой стороной оппозиция слаба, потому что нет, не видны сильные фигуры во власти, политически сильные. — Ну, Путин же. — Нет, ну, что Путин. Путин — это уже табличка у входа, понимаете? Она может там висеть всегда. — Хорошо, что не сказали Путин БУ. — Действительно появляются новые какие-то интересные, сильные люди во власти, в том числе. Может, они потом будут в оппозиции, я не знаю. Но им нет хода, политического хода. — А зачем? А зачем новый? — Потому что страна должна видеть... Нет, причем тут велосипед. — Если есть Путин, который выигрывает выборы с завидным постоянством. — Зачем нам нужны новые люди? Тем более, по конституции у него есть возможность перезбираться. — А замечательная идея, понимаете? Зачем тогда их проводить? Тогда будем убеждать себя. Ведь мы... Ну, вы знаете, у нас в Советском Союзе была демократия тоже. И уверяю вас, любая европейская комиссия на советском избирательном участке просто не нашла бы к чему придраться. Никаких подтасовок, никаких фальсификаций. Все приходят, 99% бросают, кидают, кидают, кидают в ящи бумажки. Эти бумажки, честно, подсчитывали. Почти честно. Может быть, там некоторые особо испохабленные убирали. Нет, проблема сегодня в процедуре, а не в человеке. В том, что возникла своеобразная система политическая, государственная. Она как-то выживает. А все говорят, Путин решил, Путин решил. Да ничего Путин не решил. Понимаете, 90% всего, что приписывается Путину, решил не Путин. А кто, непонятно. А кто, непонятно. Проблема не в демонизации, а проблема в приписках. В приписках человеку вещей, на которые он просто даже не знает. Путин одновременно не такой плохой и не такой хороший, как мы привыкли о нем думать. Да, я думаю, я не знаю, как его взвешивать на весах справедливости. Этим пусть занимаются ангелы. А мне важно, что мы не видим реальности, в которой существуем. Но видим, впрочем, кое-что видим. За это лето, по-моему, окончательно определилось, что такая расслоилась страна. На вот эту группу друзей. Группу друзей, которые явно совершенно решают. Все могут организовать за подню для министра. Кстати, ведь могут и не для министра, а для кого-нибудь еще. Для премьер-министра, например. Для действующего? Почему нет? А министр Улюкаев был не действующим? Действующим. Но министра не жалко, а премьер-министра... Могут кто-то, может быть, могут заказать устранение одного из лидеров оппозиции, как было с Немцовым. Но ведь там, бог их знает, рядом с Кремлем, в кого они могут там стрелять еще, если есть такие люди. Значит, это все не шутки. И необходима здесь ясность. Мы хотим ответственных руководителей во главе государства, а не президента, который ничего не решает в окружении поваров, шоферов, кухарок и кого-то еще. Тогда мы будем действительно вынуждены обсуждать сосиски. И что было в корзине? Значит, это нелепо. Сосиски, может быть, это специальный вброс такой, чтобы мы отвлеклись? Нелепо, да. Человеченка такая. Да. Двусмысленная пропада получается. Вот. Но у нас хотя бы вот какие-то выборы на носу, они вроде конкурентные. Президентские. Нет, нет, нет. Муниципальные. У нас на носу, это на очень длинном носу президентские, а сперва у нас, значит, вот эти 10 сентября. Ну, они разные, губернаторские, в Москве муниципальные. Выборы региональные, муниципальные. Мне, кстати, очень интересно, что именно потому, что они стали в Москве, оказались в этот раз конкурентными, почему-то непонятно почему, пошли новые люди выдвигаться кандидатами. То мэрия просто перекрыла совершенно, перекрыла информацию в этих выборах. Какие выборы? Где? Да, действительно. Обычно у меня почтовый ящик забит, забит. Агитации. Агитации, газетами этими одноразовыми. Ничего нет, ничего, ничего. Только сообщено, что будет город весь перекрыт, значит, как, собственно говоря, в день выборов, да, там не пройти, не говоря уж про старушку. Вот киргизы день и ночь, они там посмотрели, это просто стоит видеть, что пилят, сверлят, значит, всюду. Да, потому что невероятно, это как лемуры в последней сцене Фауста, это все в Москве опять еще раз как-то переделывают, перекрывают. Новые штакетники, вы знаете, что Москва закупила новые штакетники в полтора раза выше. Прежний, так сказать, молодой человек мог перепрыгнуть, а теперь нужен уже кто-то, кто-то другого типа. Ну, а что же, Мария боится муниципальных выборов? Почему-то она не хочет, чтобы на них пришли. И я думаю, что именно поэтому гражданам стоит прийти и попробовать проголосовать. На зло Собянину, что ли, приходить? Просто, ну, вы знаете, как-то на зло, я бы сказал, своей собственной несчастной судьбе. А то сидят, злобствуют, дуются, говорят, все не так, это не так. Ну, дайте, как в известном анекдоте, Рабинович, дай же Господу хотя бы один шанс, значит, сказать. Вот, приди и кинь этот бюллетень несчастный. У каждого же есть команды демократические, команды депутатов в каждом районе. Есть их, можно узнать, они есть в сети. Я не являюсь таким уж большим поклонником Гудкова, но он сделал, проделал хорошую организационную работу, логистически хорошую. Вот, они собрали такие межпартийные команды. И я думаю, что это заслуживает одобрения. 10 сентября, конечно, стоит. Ну, выберут сами депутатов. Они почти ни на что не влияют, да. Но тогда 11 сентября можно перейти к следующему шагу. У нас на очереди ведь проблема регистрации Навального, как минимум. Она не отпала, разве? Которая может быть в декабре. Нет, она не отпала. Она не отпала и она не отпадет. Сидит Кириенко в Кремле и думает, регистрирует, не регистрирует. Вы знаете, сидит Кириенко в Кремле. Это, знаете, звучит как анекдот времен моей молодости. Едет Хрущев в трамвай. Значит, сказать, ну, сидит Кириенко в Кремле и что дальше? Значит, ждет очередной Фукусим. Проблема не в Кириенко. Действительно, есть простой выход, в том числе для президента России. Он ведь может помиловать, амнистировать, то есть снять судимость Навального. И тогда не будет неизбежного в противном случае конфликта. А юридически это можно сделать? Да, юридически президент, как минимум, президент может сделать. То есть у него, получается, погашенная судимость и в точке зрения законности? Интересно. Да, значит, и это важно. Тогда не будет больших споров Навальный. И не будет, как вы сказали, повода для травмы, получается. Да, повода для травмы тех людей, а их много, их действительно десятки тысяч, там не миллионы, но сотни тысяч точно, которые не примут снятие Навального с выборов. И что они будут делать, неизвестно. Но они выйдут в разных городах. А Росгвардия, которую мы вспоминали уже, а нам что, нужны какие-то еще войны на улицах? Нет, нам это не нужно. А для Навального, слушайте, для Навального разве не лучше было бы вот эту кампанию пропустить? Ну, чтобы вот дозреть, чтобы потом еще долго-долго кричать, а от меня Путин не пустил. В политике ничего нельзя пропустить. Вы встали со своего политического места и вышли в туалет, вернулись, а место занято. Гудкова. Вот, кем-нибудь, да. Вот. Вот, поэтому пропустить, вы пропускаете эти выборы, а потом оказывается, что они были последними. Понимаете? Это запросто, может быть. Мы в России живем. Поэтому, что Путин ведь тоже, почему он так осторожничает? Потому что он понимает, что вот он пойдет навстречу своему окружению, они ему сделают выборы, 70 на 70 процентов, да, все замечательно, а потом тут же на другой день начнут подбирать ему преемника. И я даже не уверен, что он будет участвовать в этом подборе. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Нельзя пропускать свой ход. И Навальный его не пропускает. Вы несколько раз уже сказали про друзей Путина, но это такое известное выражение. Мы представляем этих людей, кто это. А вам как кажется? Это друзья прямо настоящие друзья? Мои хорошие знакомые, Минченко называет их политбюро. Это немножко смешно. А политбюром они, конечно, не являются. Некоторые являются действительно настоящими друзьями. Но в целом этот круг сформировался по простейшей причине. Потому что Владимир Владимирович Путин, имея много достоинств, не имеет одного. Он никудышный, так сказать, менеджер по кадрам. Он не умеет подбирать кадры. За 17 лет даже в власти руководства страны. Да, но это будет такая у него слабость. И он предпочитает действовать через тех, кого он просто знает. Этой слабостью пользуется. Да, а это, знаете, когда проходит 10 лет, а потом 17 лет, то оказывается, что люди, не знаю, как абсолютная власть портит ли она абсолютно. Потому что у нас нет абсолютной власти ни у кого. Но тех, кто обеспечивает чужую абсолютную власть, она портит окончательно. Спасибо, огромное время наше вышло.